Друзья, всем большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал и кликнули это видео. Меня зовут Настя, я делаю видео про макияж и косметику. И сегодня мне хотелось бы вам показать макияж только на кремовых текстурах. Этот макияж хорошо подойдет для девушек, например, с очень сухой кожей, так как пудровые текстуры имеют такую особенность подчеркивать сухость, поэтому для кремовых текстур и сухой кожи это отличная комбинация. Я надеюсь, что видео будет для вас полезным. Также это видео хорошо подойдет для тех, кто, в принципе, предпочитает использовать кремовые текстуры, но, например, летом боится это делать, так как кремовые текстуры легко сползают, особенно при жаре, которая наконец-то пришла в Москву. Я вам заодно покажу, как сделать такой макияж и стойки. Я очень надеюсь, что это видео вам понравится и будет для вас полезным. Если так, то, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии к нему, обязательно пишите запросы на будущее видео, делитесь этим видео со своими друзьями, это мне очень поможет. И если вам интересно узнать, как я сделала этот макияж, то, пожалуйста, оставайтесь и смотрите дальше. Итак, друзья, сегодня наш макияж, в том числе и тени, будет выполнены кремовыми текстурами, поэтому ничего не будет осыпаться и портить на тональную основу, поэтому ничто не мешает нам начать именно с тона и с лица макияж. Вначале я подготавливаю лицо, наношу праймер, это NYX Angel Veil, он шелковистый, хорошо по нему потом тушуются все продукты, которые мы будем наносить далее. Теперь я использую персиковый корректор для того, чтобы перебить синеву под глазками, я это делаю, так как у меня сильно выраженные синечки под глазами. Если вы тоже страдаете такой проблемой, то очень советую вам использовать персиковый корректор и только потом консилер. Если же у вас такой проблемы нет, то этот шаг вы спокойно можете пропустить и перейти к следующему. Мы будем выравнивать, я буду выравнивать лицо с помощью тонального крема от L'Oreal Infallible. Это как раз таки тот тональный крем, который очень стойкий, он хорошо держится даже на жаре, на холоде, если вы очень долго его носите, он правда очень стойкий, плюс он хорошо мотирует кожу, не подчеркивая шелушение. Я его наношу с помощью смоченного в воде бьюти-блендера, это как раз таки тоже тот способ, который поможет не подчеркивать шелушение, если они у вас есть, если вы боитесь, что он может их каким-то образом сделать более видимыми, но при этом сохраняется та стойкость и та плотность и покрытие, которое этот тональный крем дает. Далее я воспользуюсь консилером, это Rimmel Match Perfection, к сожалению, его в России купить нельзя, но можно купить на Асосе, если вам интересно его попробовать. Я наношу его под глазки, вокруг крыльев носа, так как у меня там бывает покраснение, плюс еще на какие-то участки на лице, где есть недостатки, не хочется их перекрыть. Растушевываю я этот консилер также с помощью того же бьюти-блендера, когда растушевываю под глазками его, обязательно наношу остаточки того, что есть на спонжике, я наношу это на верхнее веко, чтобы перекрыть какие-то венки и еще неровности, которые есть у меня на верхнем веке. Теперь переходим к проработке бровей, вначале я их прочувствую, а для того, чтобы прокрасить, я использую гель для бровей от NYX, у нас же все-таки макияж на кремовых текстурах, я решила сегодня использовать не свой стандартный любимый карандаш от NYX, а гель. Он очень похож на гель от Make Up For Ever, что сказать, вообще продукт хороший, он хорошо распределяется, у него хороший цвет, он очень хорошо держится на бровях, единственное, что он быстро высыхает, то есть, когда вы работаете с ним, вам я рекомендую делать это достаточно быстро, так как он достаточно быстро схватывается, но это как раз-таки из-за того, что он держится долго. Я, как всегда, стараюсь сохранить все-таки натуральность брови, хорошо выделяю хвостик внешний и заполняю пробелы, которые у меня есть. Около начала брови вы видите, какие движения я совершаю, имитирую волоски, но стараюсь сделать так, чтобы бровь у меня не начиналась внезапно квадратом. Прочесываю еще раз бровь, чтобы снять излишки продукта, если они у меня есть, и теперь перехожу к теням. Я сегодня буду использовать Maybelline Color Tattoo, это кремовые тени. Вначале я взяла светлый розовый оттенок и наношу его с помощью синтетической, пушистой большой кисти в орбитальную складку века. Я советую вам использовать синтетические кисти для кремовых продуктов. Можно, конечно, и нейтральные, но синтетические больше берут на себя продукты, и у них больше отдача цвета на века. Теперь я возьму более темный цвет, он такой темно-сливовый, все цвета будут написаны внизу. Я взяла кисточку тоже круглую, только намного поменьше, такая кисть с бочонком, я бы сказала. И сейчас я выделяю внешний уголок, а также внешнюю треть складочки века. Друзья, пока это будет смотреться так себе, сразу скажу, потом я доведу это до логичного конца, не беспокойтесь, я в таком состоянии не оставлю. Я наношу эти тени и стараюсь их сразу потушевать в предыдущие, а так как это все кремовые текстуры, они очень хорошо между собой тушуются. Теперь я возьму еще одни тени от Maybelline, это светлый мерцающий розовый оттенок, его я наношу с помощью, опять же, синтетической, но уже плоской кисти на все подвижное веко. Вообще, этот макияж хорошо подсветит глазки, вы можете не наносить темный в внешний уголок, и обойтись остальными продуктами, у вас получится очень освежающий макияж. Если же вы хотите сделать его более драматичным, темным, вечерним, или у вас есть такой Day to Night вариант, то как раз-таки темные тени во внешнем уголке помогут преобразовать этот макияж в более вечерний образ. Снова возвращаюсь к темным теням, обновляю их, так как при нанесении всех остальных цветов они немножечко у меня увяли, плюс я стараюсь теперь логично завершить весь наш рисунок тушевки, также я наношу эти тени на нижнее веко, не затемняю его сильно, просто хочу придать немножечко глубины и скульптурности глазику. Снова возвращаюсь с первой самой кистью, которую я использовала, у меня на ней ничего не нанесено, я ею просто прохожусь по рисунку тушевки и убеждаюсь, что у меня нет никаких четких линий, как обычно, нам не нужны никакие здесь четкие границы, нам хочется, чтобы была такая очень нежная дырка. Реснички прокрасим чуть позже, пока возвращаемся к макияжу лица. Для того, чтобы придать скульптурность лицу, я использую вот этот стик от NYX, он мне очень нравится, особенно кончик с темным цветом. Светный я использую не так часто, но темный цвет прям очень хороший у него оттенок, такой серый. Я его нанесла, как видите, вообще везде, где только можно. Под скулы, на боковые поверхности лба, по нижней части лица, даже на боковые поверхности носа, под губой и даже по боковым поверхностям губ. Это сделает их чуть более пухлыми, так же, как и то, что мы нанесли под подбородком этот оттенок. Естественно, то, где я сейчас тушую, позволит нам придать нашему лицу скульптурности, выделить скулы, или создаст, если у вас их нет, или у меня, например. Боковые поверхности лба, это затемнение поможет нам немножечко его сузить, а нанесение такого темного цвета по нижней части лица просто поможет очертить контур лица. Растушевываю я эту скульптур тоже с помощью того же спонжа. Вообще весь макияж лица у меня сегодня будет делан одним спонжем, и я считаю, что это очень круто и очень удобно. Тем более, я сегодня пользуюсь не бьюти-блендером, это спонжик из магазина H&M, он стоит 200 или 300 рублей, и очень крутой, так что я вам очень советую его попробовать. В качестве хайлайтера я буду использовать жидкий люминайзер от Lumine, очень крутой цвет, у меня розоватый, там есть также, по-моему, более белый, жемчужный оттенок. Его я наношу на скулы, остаточки совсем на носик, также нанесу его над галочками над верхней губой, и обязательно поставлю им блик во внутренний уголок глаза. Единственный момент, что я хотела обратить ваше внимание, у него очень сильный, приятный, но сильный запах, поэтому, если у вас кожа чувствительная, возможно, вам стоит подумать о том, нужен ли он вам, потому что там явно есть оттушки, и если у вас кожа реагирует на них, то это такой момент, чтобы подумать. В качестве румяна я использую жидкий румяна от Daniel Sandler, очень классный румяна, любые цвета, покупайте, они очень крутые, супер пигментированные, хватает их на 100 лет. Теперь я закрепляю весь макияж фиксирующим спреем от Essence, у нас сегодня нет ни грамма пудры, но нужно, чтобы макияж продержался, как я говорила вам в начале. Вот фиксирующий спрей, это отличный способ закрепить свой макияж. Мне очень нравится этот спрей от Essence, есть, конечно же, и куча других альтернатив, подороже, подешевле. Теперь я прокрашиваю ресницы, наконец, использую тушь Roller Lush от Benefit, чтобы глазки не казались уставшими, потому что иногда такое может случиться, если используют такие оттенки, как у нас сегодня. Я прохожусь по нижней водной линии бежевым карандашиком от Rimmel водостойким. Очень классный карандаш, очень советую вам его попробовать. На губах вы можете использовать любой оттенок, нюдовый, более розовый, яркую фуксию. Я решила использовать жидкую помаду от Rimmel, она на камере кажется более яркой, чем есть на самом деле, но она, в принципе, да, такая, такой розовый оттенок, который хорошо подойдет на каждый день. Мне кажется, под этот образ тоже освежающий, так хорошо подойдет. Друзья, на этом наш макияж готов. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, и все, до встречи в следующем видео. Всем пока!